Герой «Белых ночей», от чьего ими не ведётся повествование – молодой человек, мелкий чиновник. Этот мечтатель после службы бродит допоздна в полном одиночестве и без цели по летнему Петербургу посреди «Белых ночей». Его заветное желание обрести друга, который выслушал бы его заветные мысли. Герой такой романтик и фантазёр, что ему слышатся разговоры городских домов. «Здравствуйте, как ваше здоровье?» И я, слава богу, здоров, а ко мне в мае месяце прибавит второй этаж. «Как ваше здоровье?» А меня завтра в починку. Однажды вечером этот молодой человек, тоскующий по родственной душе, вдруг случайно знакомится на берегу канала с Настенькой – семнадцатилетней девушкой, чистой и прекрасной, которой тоже нужен друг. В том же месте в тот же вечерний час они встречаются и на другой день, и на следующий. Молодому мечтателю прежде не доводилось встретить благодарного слушателя. Он с воодушевлением и без устали повествует о своих мыслях и чувствах. Настенька же, будто позабыв обо всём на свете, сочувственно внимает ему. Она и сама начинает рассказывать о себе. Настенька живёт со слепой бабушкой. Некоторое время назад в их доме снимал комнату молодой жилец, который обещал жениться на ней. Однако потом он уехал на год в Москву по делам, пообещав сразу по возвращении прийти к ней. Год прошёл. Настеньке точно известно, что этот молодой человек вновь в Петербурге. Но он не появляется у неё в доме и не даёт знать о себе. Мечтатель, хоть и страстно влюблён в Настеньку, словно старший брат младшей сестры соглашается доставить её письмо тому возлюбленному. Однако ответа от него всё равно нет. И тогда, на четвёртый вечер, Настенька, вроде бы порываясь с ним, предлагает мечтателю поселиться в их доме новым жильцом. Счастью мечтателя нет границ. Но в эту самую минуту рядом с ними, словно тень, проходит тот самый молодой человек. Настенька немедленно бросается ему в объятия. В конце повествования мечтатель, находясь в своей комнате и пребывая в самом мрачном расположении духа, получает послание от Настеньки. Там она называет его своим другом и братом. Мечтатель обещает молиться за её счастье и вспоминает счастливые минуты, проведённые подле неё. «Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало, хоть бы и на всю жизнь человеческую!» – восклицает он.